Всем привет снова! Вообще сегодня я вам покажу новую благоустроенную территорию на севере Москвы. На севере Москвы между Ленинградской и МКАДом сделали прогулочную зону и спортивный кластер. Здание. Раньше здесь были очистные сооружения, но сейчас он скорее всего не работает. Рядом канал имени Москвы. Ленинградский мост. Здесь, конечно, очень долго все было перекрыто. Сюда было нельзя пройти. Но теперь сделали велодорожки и пешеходные дорожки. В общем, детская площадка впереди. Раньше здесь было дикое место. Сюда приезжали жарить шашлыки и купаться в канале имени Москвы. Сейчас, конечно, доступ к нему загородили. В принципе, как и в Тушинском парке. В противоположной стороне парк Левобережный. Я, конечно, так и думал, что со временем часть благоустроит. И будет навыгнуть уже по-современному. Так можно пройти до МКАДа, до начала старой. Здесь, конечно, было очень много зелени. Было все заросшее. Сейчас постригли и газоны привели в порядок. Река Воробьевка на противоположной стороне. Парк Левобережный. Навигация до сих пор, кстати. Вот. Хотя сегодня суббота. 12 ноября. Достаточно тепло еще. Белая и пешеходные дорожки. Тут, кстати, есть небольшой доступ к каналу. Скорее всего, здесь может быть пляж. Бог, к степени лета следующего года сделать. Вот есть подъем в сторону Ленинградского шоссе и Правобережные улицы. Все, конечно, со временем благоустраивают. Болеты относятся к Москве. Это север район Левобережный. В общем, я поднялся и тут нас ждут уличные тренажеры. Все абсолютно свежее. Только сделали в течение этого года что благоустройство территории здесь. Я сам видел, как здесь все было закрыто. Сейчас все доделывают и открывают. Вот Ленинградка впереди, где Лэб, мост и гипермаркет метро. Вид сверху Ховрина, дом Набибенко видно, ЖК Дискавери. Дом престарелых впереди. Еще здесь очень много детских и спортивных площадок, а также пешеходных зон. Сейчас дорога сделает поворот. Да, по количеству велодорожек это напоминает Тушинский парк, Северная Тушина. Там это сделали почти 10 лет назад. Я это снимал в 2018 году. Кстати, это я тоже снимал в сентябре 2018 года, и здесь все было по-другому. Не было здесь асфальта, а был песок. И вот благоустройство пришло и сюда. Даже еще в прошлом году здесь было все по-другому. Вот как раз набережная напротив все еще парк Левобережный. Ну и мост это уже МКАД, это Химкинский мост. То есть от Ленинградки дом МКАДа здесь в районе километра, может даже чуть меньше. Слева территория дома престарелых. ЖК ВАСКО ДЕГАМО впереди, какие желто-красные красивые высотки, улица Ватутина, стадион, левый берег, а ЖК МАЯК даже видно. Церковь впереди. МКАД еще ближе. Очень много мест для отдыха. Конечно, только весной и летом будут пользоваться, когда будет теплее. Еще, кстати, здесь появилось освещение, потому что до этого в вечернее время здесь было опасно, освещения не было. Настил солярий, амфитеатр. то, что ожидает в ту сторону. в принципе, сейчас уже парк закончится. Дальше, скорее всего, будет все по-старому, так как это уже территория Химок. Вот справа видно контраст, там забор заканчивается, то есть парк Левобережный заканчивается, дальше все по-старому. Все заасфальтированные места тоже заканчиваются. Может быть, здесь и до Химок продлили. охраняемая территория слева. Пансионат. Там, конечно, тоже красиво, там беседки, но это только для пожилых. Электрические суда в Москве-реке запустят, скорее всего, в следующем году. Конечно, планировали в этом, там с 1 июля, но никак не получалось. А так, конечно, эти маршруты будут круглогодичными. и уже не только прогулочными, а для всех пассажиров это будет дополнительный вид общественного транспорта. Ну, в принципе, и сейчас будет контраст, потому что заборчик справа закончится. Да, дальше все идет уже по-старому. Вот справа есть шанс подойти поближе к каналу имени Москвы. Химкинский мост, 76-й километр МКАДа. Баскетбольный центр Химки, стадион-арена Химки впереди. А дальше территория Химок. Ну, я это тоже снимал в сентябре 2018 года. Там я доехал до Химок, было видно железнодорожный мост, где-то на велике был железнодорожный мост между островками Левобережной и Химки. А вот как выглядит путь из Химок в Москву. Впереди благоустроенная территория. Велопарковка, даже организованы детальные съезды, чтобы развернуться. Такие кольца, где можно подъехать. То есть, сделана соответствующая разметка. две полосы для великов и для пешеходов достаточно много места. Площадка виркаута, еще спортивные площадки наполовину еще закрыты. Так, ближе к весне и лету скорее всего все откроют. Впереди Ленинградское шоссе, в принципе деревьев здесь достаточно мало, поэтому летом будет жарко. Но здесь, конечно, сегодня еще придумают пешеходный переход. для разметки здесь очень много. Ну и парковок, конечно, тоже пока рядом нет. Если только у автосалона вставить и под мостом проходить или у ТЦ Капитолий Мединградский, тут впереди, кстати, желтый. Много опор здесь. Я иду в сторону Ленинградского шоссе. Выходов здесь достаточно много. Еще можно выйти к остановке Химкинская больница. Листопад. Поздняя осень. Пандусы впереди для пешеходов и велосипедистов, чтобы попасть на Ленинградский мост через канал Авене Москвы. Желтые здания это участные сооружения. В принципе, площадь здесь небольшая. Я прошел по Калининградке Домкада и снял новую благоустойную территорию. Она пока безымянная, но может присвоить название Горьки Кварка нового. Прикольные футбольные площадки. Памятный знак отработникам. Пикник. Детский скейтпарк. Вот выход. На этом парк заканчивается. И впереди трасса М10. Столичные причалы. Подготовили в зиме. Навигация пока еще есть. Скоро, скорее всего, ее закроют в ближайшую неделю, когда пойдут морозы. В музее транспорта Москвы началась реставрация единственного сохранившегося в мире метровагона модификации 1227 года. Экспонат станет частью постоянной экспозиции в гараже Мельникова. Гараж Мельникова это Новорязанская улица. Сейчас он находится на реконструкции и откроют его уже в 2024 году как музей транспорта Москвы. Продолжение следует...